И вновь доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы продолжаем разговор о программе Азэ Спектр, автоматизированном заключении Спектр. Мы вновь находимся в интерфейсе этой программы и как я и говорил в предыдущем видео, продолжаем ее изучать. Соответственно мы сейчас находимся в разделе номер 3, части 3 вернее, раздел номер 1, блок 1, раздел номер 3. Один, часть номер 3, семейное состояние. Давайте я немножко отступлю от темы и покажу просто немножко кратко. То есть вообще в программе всего существует 3 основных блока и блок заключения. Ну будем говорить их всего 4, то есть 3, которые мы заполняем, а на четвертом блоке мы уже делаем какие-то выводы. Вот так это выглядит. В некоторых блоках есть соответственно подразделы, как вот в данном случае. То есть у нас здесь блок 1, раздел 2, блок 2, он без разделов. Здесь блок 3, он имеет разделы. Блок 3 также имеет разделы, подразделы. Блок 3 тоже имеет подраздел номер 3, 4, 5 и 6. И соответственно четвертый блок. Все очень просто. Здесь вот они все кнопочками. По ним в процессе заполнения и работы с Азэ Спектр можно легко и просто переходить. То есть нет такой зависимости, что надо все это последовательно заполнять. Нет. Специалист буквально за 2-3 дня, поверьте мне, очень легко и просто освоит все эти блоки. Он будет автоматически заходить в нужные ему блоки и разделы, подразделы. И соответственно заполнять нужную ему информацию по человеку. То есть не обязательно это все последовательно. Все это может быть выбрано в процессе обследования, в процессе заполнения автоматизированного заключения. Ну и давайте посмотрим. Семейное состояние, часть третья. Прямо пройдем по нему, по всему спектру этих моментов по человеку, последовательно и обстоятельно. Семейное положение, выпадающее меню и соответственно четко фиксированные, возможные вообще в жизни результаты. Холост, не замужем, женат, замужем, гражданский брак, крайне не люблю этот термин, ненавижу его. Вообще это сожительство, да? Ну не важно, гражданский брак так назовем это все дело. Разведен, разведена или же вдова, вдовец. Кроме того, как я уже говорил в предыдущем видео, любую информацию о человеке в дальнейшем можно дополнить. То есть изменить ее уже непосредственно в самом заключении. Написали вдовец, может он там дважды вдовец или дважды вдова, да? Соответственно это можно дописать будет. И также ровно по другим всем моментам. Переходим, значит, ну выберем его женат, замужем. Соответственно далее у нас идут наличие детей. Собственных есть, нет, дети, да? Выберем есть. Проставляем их количество. Психологи у меня этим занимаются уже длительное время. И собственно вот составление такого заключения занимает буквально 5-7 минут, если это еще так чаек прихлебывать. Далее идем. Семейные отношения, да? Раздел также выпадающее меню. И соответственно человек может оценить. Психолог вернее может записать такую формальную фразу. Допустим, хорошее и тыры-пыры-тыры-пыры. Потом что-то дописать. Может быть этого будет вполне достаточно. То есть вариант хорошее, нормальное, удовлетворительное, плохие. Ну вот у нашего Ивана Ивановича все благополучно. У него отношение хорошее. Но он может, психолог допустим, потом дополнить. Как с женой, так и вообще с родственниками, с детьми. Или еще что-то, какую-то фразу дописать. Но как правило, в большинстве случаев, в процентах 70-80, вот этого минимального описания жизни человека, хватает для стандартного ЭПИ. Если подходить грамотно и хорошо, по-настоящему грамотно и хорошо, то индивидуальная беседа, описание этой индивидуальной беседы, какие-то основные характеристики в заключении грамотном составленном, может достигать 5-6-7 листов. Если грамотно все это собирать. Но вот по минималке, условно говоря, вот этого вполне достаточно. Далее пойдут блоки, которые будут в значительной степени более развернуты. Тоже вам все это покажу. Бытовые условия. Давайте оценим. Важно, да, где человек живет. Квартира у него, дом там свой. Или еще как-то. Хорошие, нормальные, удовлетворительные, плохие. Как их характеризует Иван Иванович? Нормальные. Уровень материального положения. Денег много не бывает, но тем не менее. Человек может адекватно высказаться. Да, нормально у меня все. Или ой, я бедствую. То есть низкий дворником работаю. Чернорабочий. Должность официального в трудовой книжке звучит как дворник. Или там уборщик каких-то там уличных. И так далее. Ну, одним словом, вот так вот мы выберем. Далее. Социальный. Мы, когда создавали эту программу, не просто так это создавали, а пытались проанализировать все те возможные варианты ЭПИ, описательную характеристику ЭПИ. Обязательно она в первых строках всего этого идет. То есть, где родился, где женился. Поведение пациента, о чем мы тоже в дальнейшем в других блоках будем говорить и смотреть. Мы их подбирали. У нас было много-много за многие годы, там за 15 лет с лишним, выработаны некоторые стандарты, нормативы по написанию этого заключения. Это не значит, что мы прямо штамповали вот их. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Каждый ЭПИ, каждое экспериментальное психологическое обследование, оно сугубо-сугубо индивидуально. То, что я вам сейчас показываю, это лишь, если угодно, ускорение процессов, основных каких-то моментов, которые заполняются в обязательном порядке. И когда человек пишет на протяжении недели в хорошем учреждении, понимающий руководитель, пишет 2-3 заключения в день, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. Это, конечно, убивает. Но вот здесь вот даже 2-3 человека, это норма является. В экспериментально-психологических исследованиях. Если же это больше, там 4-5 человек, это уже хорошая, не норма работы медицинского психолога. Но встречаются случаи, буквально недавно тут разговаривал с одним товарищем, Роман его зовут, тоже наш коллега. И вот он говорит, было такое, что заставляли писать руководители от медицины, не понимающие, не знающие, что такое экспериментально-психологическое исследование. В реальный случай, 15-20 заключений в день. Это никакой не эпий. Это профанация работы, это профанация деятельности, это профанация работы медицинского психолога. Два человека в день и точка может обследовать в день медицинский психолог. Имеется ввиду первичных пациентов, которых он видит первый раз в своей жизни. Ну и третий человек, это может быть какой-то повторный пациент. Можно, конечно, играть. В один день обследовать одного первичного, во второй день там двух-трех повторных, когда это время уже как бы не столь критично, там надо уточнить какие-то результаты. После фундаментального первичного исследования мы вызываем или за отделение, или еще как-то приглашаем человека с амбулаторного приема. Ну что редко, в общем-то, случается. В основном это пациенты в отделениях. Тогда мы, соответственно, приглашаем человека на повторный прием и обследуем его, дополняя какие-то уже полученные фундаментальные результаты. Уточняем в своей голове, прежде всего, медицинский психолог, уточняет эти результаты, формирует это автоматизированное заключение. Уже у него выстроена какая-то гипотеза, у него есть какая-то уже последовательность действий, обследований в отношении этого данного конкретного человека, Иванова Ивана Ивановича. Он уже ведет его к какому-то кардинальному, фундаментальному, синдромальному диагнозу. У него уже это как бы направление присутствует. Кого он, в конце концов, этот медицинский психолог, что, какой он ему поставит симптомокомплекс, выберет. То есть в конечном итоге это все должно по-хорошему завершаться каким-то симптомокомплексом. И вот у человека, у специалиста, медицинского психолога, в голове, уже в процедуре, в процессе проводения ЭПИ, первичного, повторного ли, да, уже повторному, уже что-то становится более понятным, ясным, у него уже складывается какое-то направление. Он укладывает те полученные результаты по отдельным патопсихологическим методикам, по стандартизированным методикам, как-то ММП и КТЛ, по патопсихологическим, исключение предметов, классификация, простые аналогии, ассоциативный эксперимент и так далее и тому подобное. Он укладывает полученные результаты по этим методикам экспериментальным в своей голове, в какое-то направление, которое должно его в конечном итоге привести к какому-то итоговому симптомокомплексу. Это очень-очень тяжелая работа, даже для опытных специалистов. Вы можете проработать десятки лет, но обследование проводится всегда грамотным, ответственным специалистам, проводится всегда очень с большой внутренней работой. Работой не в каком-то абстрактном смысле. Он должен знать методики, инструменты, которыми он пользуется. Мало того, он должен четко понимать выводы, которые из этих инструментов можно. То есть вы не будете забивать гвозди, допустим, микроскопом, будете использовать для этого молоток. Точно так же для оценки внимания, памяти, мыслительной деятельности, ассоциативной деятельности человека, вы будете применять те или иные методики. Может быть, на первых же каких-то минутах обследования у вас возникнет какая-то гипотеза. Так оно и происходит. То есть первые 2-3 минуты гипотеза, вы впервые увидите человека, записываете его фамилии, имя, отчество, смотрите на него, смотрите, как он реагирует на то, как вы задаете ему вопросы. Какие вопросы его... Прошу прощения, прерываться не буду. Какие вопросы его смущают. Будьте добры, перезвоните, пожалуйста. Соответственно, выстраивается определенная гипотеза. И специалист этой гипотезе следует первые 2-3 минуты. Далее он предъявляет, далее и далее какие-то методики патопсихологически стандартизированные. В конечном итоге выстраивается некая последовательность и действий в процессе самого обследования. Предъявление тех или иных методик, не давать, может быть, какие-то методики на память, а дать что-то расширенное на мыслительный процесс, на ассоциативную деятельность. Может быть, что-то на характер, темперамент, личность. Посмотреть личность человека прежде всего. Но в зависимости от того, что вы видите перед собой, какой это человек, как он себя ведет, пускает ли он слюнку или не пускает он слюнку, в кавычках говоря. Тут много-много-много факторов. Это, поверьте мне, очень-очень тяжелая работа специалиста. Специалист не просто выкладывает на стол методики одно за другой. Он при этом очень-очень сильно должен, не просто должен, он обязан думать и выстраивать какую-то диагностическую ситуацию, диагностический процесс, чтобы в конечном итоге прийти вот как раз вот к этим самым симптомокомплексам. Но давайте вернемся опять же в блок 1, продолжим по нему. Соответственно, специалист задает вопросы, как он общается, с кем общается, каков его круг общения. И формально понятно, что здесь это, в общем-то, может быть, дополнено. Он выбирает, в автоматизированном заключении выбирает, вот он, этот Иван Иванович, в основном это у него семья, где-то, может быть, там коллеги по работе, друзья какие-то. В дальнейшем описание можно расширить. В семье провожу, допустим, там столько-то времени в процентном отношении, говорит испытуемый. Коллеги по работе, знакомых у меня особо нет. А, нет, он потом вспоминает. Я же еще на рыбалку люблю ездить. Соответственно, у меня есть знакомые рыбаки, я обожаю с ними знакомиться. И, соответственно, специалист при заполнении АЗ-Спектр ставит знакомые, ну или родственники, неважно. Вот такой вот выбор. В дальнейшем его можно описательно, обязательно расширить. Значение мнений окружающих. То есть, делается акцент на том, насколько человек экстравертирован, интровертирован, раскрывая уже некоторый секрет. Ведь не просто так. Человек ходит на рыбалку, и у него много знакомых. Соответственно, делается предположение медицинским психологам уже в процессе обследования о том, насколько он замкнут, открыт к общению и так далее, и так далее, и так далее. Там очень-очень много факторов. Мы столкнемся еще с ними в дальнейшем. Ну и, соответственно, важный вопрос, как нам показалось, мы его специально включили после обсуждения с коллегами. Значит, значение мнений окружающих. И вот мы можем выбрать ориентированное мнение окружающих, прислушиваться к мнению окружающих, но поступает, как считает, нужным. Мнение окружающих не имеет значения. Выберем, вот, предположим, так. Далее, опять же, часть 3. Смотрим. Ранжирование жизненных ценностей. Все очень просто. Здесь приоритет жизненных ценностей и уже конечная итоговая реализованность этих жизненных ценностей. И вот этот Иван Иванович ему в процессе обследования психолог, как правило, интересуется, как у вас дело обстоит со здоровьем, общительный ли вы человек, материальное благополучие, опять же, уточняется, да, хватает ли денег там. Это настрой на человека, подстройка под человека идет, если угодно, из-за НЛП, неработающим направлением психотерапии, НЛП. То есть подстройка к человеку идет, человек должен быть расслаблен, открыт, с ним должно быть налажено какое-то продуктивное взаимодействие, сотрудничество. И, соответственно, он вам рассказывает, как он себя чувствует, с кем общается, что он хочет себе купить следующее. Следующее, допустим, какая-то мечта у него есть-то по приобретению там мотопомпы, мотопилы или автомобиль хочет новый. Семейные отношения, как и что, значит, досуг, как он проводит на рыбалку, ли он ездит или еще что-то. А с детьми вы вообще-то общаетесь, как вы с детьми проводите время? Ну вот он начинает рассказывать, как он со своим сыном и дочерью, этот Иван Иванович, общается, берет ли он ребенка на рыбалку или говорит, да, он у меня рохля, сидит в компьютере, ничего ему не надо. Обстоятельства семейной жизни мы выясняем в процессе ЭПИ. Это все прописано в специализированной литературе. У нас в методических рекомендациях это прописано. Что и как и зачем надо спрашивать у человека, чтобы в конечном итоге получить о нем какую-то реальную картину. И в дальнейшем формализовать эту картину, хотя бы вот в таком виде, в ранжировании жизненных ценностей. И вообще, почему хотя бы, не хотя бы, а нормальное ранжирование. Мы четко понимаем, соответственно, приоритет у него, предположим, семейные отношения и реализованность этих ценностей. Он говорит, да, вот у меня, я так люблю жену, детей и все, но, к сожалению, у меня не всегда с ними все получается гладко. И я компенсирую, или психолог делает вывод, что он компенсирует свое состояние, допустим, в хорошей работе. Нравится вот ему, что он так вот работает и так далее. Соответственно, мы можем проранжировать, здесь поставить единичку, допустим, по семейным отношениям. Материальное богополучие, предположим, поставить 7. Значит, здоровье, да вроде как бы нормально, в космос могу полететь. И для меня это крайне важно. Там на велосипеде катаюсь, там каждые субботы, воскресенья пробежки делаю. Ну, он ставит, допустим, там, я не знаю, 4. И так далее. Допустим, по приоритету, вот, ну, давайте я расставлю 3. Просто вот так вот с потолка беру данные. 5, 6, 8, 9, 10, 2. Ну, и, соответственно, здесь мы предполагаем, что у человека на душе, а здесь мы видим, пытаемся оценить его в этом автоматизированном заключении, что у него по факту. Соответственно, реализованность, здоровье, как таковая, достаточно так вот, 7, зададим значение, да, и так далее, и так далее. То есть, он, то, что хотелось бы, и то, что есть, рассогласование между желаемым и действительным. В общем-то, один из краеугольных, не основной, к сожалению, но один из важных и краеугольных, значит, показателей удовлетворенности человека своей жизнью, счастьем, как следствие психического здоровья его, этого человека, некий элемент самооценки присутствует. В процессе беседы мы эту информацию собираем, а здесь мы ее пытаемся формализовать. Есть такая замечательная методика, где, значит, я реальная, я идеальная, кто знает, тот поймет, о чем я веду речь. Вот эта методика работоспособная, и эта методика позволяет оценить рассогласование нам между желаемым и реальным. Ну, вот так вот пускай будет. В дальнейшем это все можно уточнить в самом заключении уже итоговом, уточнить, что-то дополнить, что-то дописать. Специалист должен это проделывать. Основные черты характера по самооценке. Ну, тут попытка, значит, отразить методику Дембору Бинштейна, самооценка по Дембору Бинштейну. Методика не оценивает самооценку, о чем я уже говорил в своих каких-то предыдущих видео неоднократно. Она оценивает критику. Ну, и вот, соответственно, человек здесь предлагается оценить, вернее так, в процессе обследования психолог получает информацию будь то по методике Дембору Бинштейна или в каком-то словесном изъявлении этого человека. И, соответственно, тут могут появиться какие-то характеристики. Ну, допустим, там, они могут быть не просто формальными, как, допустим, просто написать ответствененно. да, или еще что-то, или еще что-то. Они могут быть самыми разнообразными. Попытка оценить человека с точки зрения его критики к самому себе, к пониманию человека самого себя, окружающей действительности, обстоятельств его жизни и так далее. Обратите внимание, тут тоже вот есть фраза по самооценке критика проверяется, нету понятия самооценки, оно отсутствует в профессиональной психологии, это точно. Есть понимание самооценки, не самооценки даже, а понимание такого термина, как критика, способности человека адекватно оценивать себя и окружающую действительность, и себя в этой, собственно, окружающей действительности. Ну, и дополнительно, мы еще собираем данные постоянного увлечения. Люди любят разговаривать о том, что им нравится, и, соответственно, здесь могут появиться любые записи по поводу того, чем человек увлекается, чем занимается в свободное от работы время и так далее, и тому подобные вещи. Ну вот, давайте, значит, я на этом закончу. Это у нас был блок 1, раздел 1, части 1, 2 и 3. Это все блок 1. И сейчас мы переходим блок 1, раздел 2. На этом остановимся. Иванов Иван Иванович. Так, вот здесь вот у меня ошибочка. Ивановис. Ничего страшного, мы переходим обратно и правим. Иванович. Переходим в блок 2. Блок 1, вернее, раздел 2. Психологическая характеристика поведения обследуемого. Самый мой любимый блок. Я о нем буду говорить в следующих видео. И, в общем-то, я считаю, что программа позволяет в описательном плане выдать стандартное заключение по тому, как человек себя ведет как в процессе обследования. Прежде всего, для нас это очень важно. Мы экспериментаторы, мы наблюдаем за человеком в процессе процедуры ЭПИ. И, соответственно, сделать какие-то выводы о его вообще поведении в жизни. Что крайне важно при оценке любого симптомокомплекса, любой нозологии, как он себя ведет. Мужчины-психопаты, женщины-истерички. Если так утрировать и шутить по этому поводу. Так вот, поведение человека как в процессе обследования, так и в жизни. А процедура эксперимента тоже является жизнью человека. Мы можем очень внимательно его посмотреть, оценить и, соответственно, зафиксировать его поведение в предлагаемых формулировках. Стандартных, выбранных нами на протяжении многих-многих лет. Ну, вот это как бы задел на третье видео. Сейчас я остановлюсь и продолжу в ближайшее время. На этом пока все. И удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok